Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня 14 сентября и у меня самая горячая пора по сбору семян перца. Вот сейчас я партию перца намыла, принесла, разложила и хочу вам рассказать немного о семенах перца сладкого. Какие ночи созрели, какие нет, потому что каждый из вас знает, что 18-й год, этот год, нас погодой не баловал и впервые за много-много лет у меня половина сортов перца не вызрела. Вот, например, сейчас покажу вам кубышка. Такое впечатление, вот она висит, у нас холодная дождливая погода, висит уже полмесяца в одной и той же паре. Пока было жарко, по 2-3 перчины созрела на каждом кусте, теперь она вот такая вот, темно-темно-зеленая, даже проблесков на ней нет. Но я стараюсь ведь, чтобы они созрели на кусту и не срываю их. Вот одну срывала, чтобы показать вам, потому что когда на кусту они доходят вот до такого состояния, как вот эти вот у меня красавцы, тогда получаются качественные семена почти со стопроцентной схожестью. Если я сорву вот такие вот зеленые, там еще не сформировавшиеся, ну как они сформировавшиеся семена, но не созревшие. И если их дозаривать на окне, то ничего хорошего не будет. Так что не удивляйтесь, если кто заказывал семена кубышки, он не получит. Заменю на какой-нибудь другой. Поспели, сейчас я вам расскажу, поспели многие сорта, но именно те, которые я садила, высаживала раньше традиционных сроков. Мы в сибирском регионе высаживаем обычно все имперцы в феврале, а вот эти вот такие вот гладиатор, потом вот эта вот патриция, желтый слон. Я нынче, как знала, посеяла в январе, чуть пораньше. Думаю, ну для себя, для еды и на семена. И вот те, которые я посеяла месяц за месяц до традиционных сроков, прекрасно вызрели. А те, которые я в обычные сроки посадила, они, конечно, еще зеленые. Потому что у нас первая половина лета была прекрасная, пока вот они зеленую массу наращивали, пока цвели. Потом, когда начали формировать свои плоды, у нас вторая половина лета была очень дождливая, холодная. А перец, это теплолюбивое растение, без солнца он не спеет и не формирует даже свой плод. Вот у меня висит, хочу показать вам, вот пурпурный колокол, который был фиолетовый, он стал прям ярко-черный, но не краснеет. Висит в одной паре. Сегодня я вышла, у нас один градус на улице. Они, конечно, стоят в теплице, все эти перцы, но там тоже холодно, теплица не обогреваемая. Вот пурпурный колокол под вопросом. Скорее всего, его тоже не будет. Вызрели такие сорта, как вот ласточка, патриция, виктория, желтый слон, золотое чудо, калифорнийское, гладиатор, уральский толстостенный. Все эти перцы вызрели прекрасно. Вот про калифорнийское чудо хочу сказать. Когда вы будете выращивать калифорнийское чудо, не удивляйтесь, что, вот смотрите, в теплице она может получиться вот такое, еле влазит в руку. Но если вы будете выращивать в открытом грунте, то у вас будет плод вот такой. Потому что если холодно и прохладный климат, могут быть вес, ну как разница веса может быть в два раза. Если у вас указано, что он должен быть 150-200 грамм, например, то если в холодном климате, например, вот как у нас Сибирский регион, Урал, Дальний Восток, перчины могут быть в два раза меньше. Они такой же формы будут, но миниатюрные. Так что вы не удивляйтесь, если вы покупаете в магазине и указан большой вес, а у вас получаются маленькие перчинки. Это все зависит от условий содержания, от климата и все остальные. Хочу вот похвалить вам вот этот сорт. Если кто ни разу не пробовал сорт Желтый Слон, посадите хоть 2-3 кустика. Вы удивитесь, у меня на ночь он вырос 2 метра длиной. Вот такие хоботовидные всякие изогнутые перчины, желтые. Сладкие-сладкие и очень урожайный сорт. Я потом покажу вам в теплице, если будет возможность. Он до сих пор весь увешан вот этими плодами. Он весь-весь-весь-весь-весь будет вот в таких хоботках. Они всякие есть, изогнутые, ровные, кривые, есть вообще вот такие вот хоботовидные. Вот это Желтый Слон, очень урожайный сорт. И он вызревать начинает рано. У него перчина такая, как, ну как такой формы, больше похоже, как на острый перец. Но это сладкий перец, очень хороший, желтый слон. Ну вообще, я в течение лета показывала видеообзоры почти всех сортов. Просто сейчас вот, когда собираю семена, сейчас я интенсивно собираю семена перца. Потому что стараюсь те, которые поспели, скорее-скорее убрать их из теплицы. У нас уже обещают заморозки до минус 2. Сегодня вышла, пар идет изо рта. И вот хочу показать вам вот этот последний видеообзор, что многие перцы поспели, но есть такие сорта, которые нынче у нас выпали из списка. Вот пурпурный колокол под вопросом. Кубышка тоже. Желтый колокол там начинает только-только спеть. Атлант тоже, он посажен чуть позже. Его буду менять на богатырь. Что богатырь, что атлант по характеристикам совершенно одинаковые. Но богатырь был сажен раньше. Семена уже его готовы. Атлант не совсем вызрел. Я полузеленые не снимаю, потому что боюсь, что будут некачественные семена. Если он до мороза не успеет приобрести окраску, характерную сорта, то этих семян не будет. Все, до свидания. Вот это краткий видеообзор для тех, кто какие-то семена заказал, но я написала в каталоге, их не будет. Каталог изменила, написала, каких сортов не будет. Корректируйте свои списки, потому что если у вас будет вот тот сорт, который не вызрел, заказ будет долго висеть, меняйте на то, что есть. Нынче такой год, я, конечно, извиняюсь, но это зависит не от меня. Такая погода. Вот что вызрело, то вызрело. Я, что попало, вам вкладывать не буду, буду ложить только те семена, которые вызрели стопроцентно. Полузеленые не будем распространять. До свидания. Желаю всем хороших урожаев. Собрать все до конца. Я до сих пор бьюсь. Еще перцев море недозрелых постепенно снимаю, снимаю каждый день. Выпотрашиваю, высушиваю. Еще томаты, одна теплица не убрана. Но через месяц, я думаю, все уже будет собрано, упаковано и разлетится по адресаторам. До свидания.